всем привет мои дорогие друзья и гости канала рад вас приветствовать на своем канале сегодня у нас понедельник начало новой трудовой недели всем хочу пожелать чтобы она у вас была успешная позитивная продуктивная чтобы сделалось то что запланировалось и чтобы все конечно же было все хорошо чтобы было тепло светло уютно не только на улице но и на душе ну и в общем всем хорошего начала новой трудовой недели но у нас как всегда утреннее кормление коровам я сегодня уже не ездил так как коровки наши стоят уже дома вчера я вам об этом рассказывал но теперь мы привыкаем к новому месту показываем свой характер показываем то что у нас есть не только рога но у нас еще есть и ноги которыми можно драться но в общем елка показывает свои иголки так как я уже говорил после того как она пришла домой утром практически она молока не дала вечером она отдала то что не дала утром но сегодня утром опять она ничего мне не дала стоит там и бодается но зато с аппетитом у нас все хорошо ведро каши вечером мы съели ведро каши утром мы тоже съели люцерку топчет на весь рот характер показывает так курочки наши гуляют у нас сегодня хороший такой минус на улице очень холодно но кур я повыпускал пускай они гуляют если захотят зайдут потом в сарай вот наши мехилинки здесь у нас две курочки арпингтона джерсийка и наши галашеечки еще есть у нас вот такая лохматобородатая курочка писали мне в комментариях можно ли содержать мускусных уток на улице при минусовых температурах и какая самая низкая минусовая температура для содержания мускусных уток пришла опять жаловаться пришла или пришла что-то просить ведро у нас в каше тут и макуха и зерносмесь вот они кашу эту и доедают в продаже появился у нас уже сухой жом свекольный нужно купить запаривать и можно его давать как и коровам так и все остальные птицы он идет в гранулах заливающего теплой или горячей водой он напаривается размокает и становится его в ведре очень много туда можно добавлять и зерносмесь пшеничные отруби или жмых подсолнечника в общем давать вот такую кашу ну а вот вам ответ по поводу самых мускусных уток я думаю что на улице около минус десяти градусника у меня нет но достаточно таки холодно вчера было минус 7 то на улице было немножечко потеплее ну пускай даже минус семь утки хорошо себя чувствуют кушают они зерно купаются они в тазике с водой и никаких проблем у них нет рассказывали что они могут и ноги подмораживать что они не переносят вообще минусовые температуры их нужно содержать только в сарае на глубокой подстилке я уже неоднократно говорил о том что переносят они хорошо зимы хорошо они себя чувствуют под открытым небом и все у них здесь хорошо единственное что я всегда делаю когда уже хороший минус на улице я всегда настилаю им то ли сено то ли солому для того чтобы они могли садиться на эту сухую подстилку и чувствовать себя более комфортно плюс ко всем этому они еще на вот такой зеленой подстилки вот это мои коровки уже не подоедали а стена хоть сам ешь вот такая зеленая у нас люцерна не знаю камера передаст или нет но она зеленая зеленая хорошо высушенная вот такие листики здесь остаются и они эти листики еще подбирают так что это тоже своего рода хорошая еще и подкормка очень хорошо едят индюки и очень хорошо ее едят куры так что сейчас у нас пошло безотходное производство то что коровы не доедают все будет идти сюда к птичкам они будут и греться и будут кушать конечно же мускусная утка это древесная утка но к нашему климату она уже привыкла у нас зимы не такие суровые до минус 15 могут они спокойно чувствовать себя хорошо на улице так что за это вы можете не переживать если они у вас ночуют в сарае то на день вы можете открывать им дверь и пускай они выходят на улицу это предотвратит раннюю яйцекладку и птичка будет гулять еще по улице и получать еще солнечные лучи если бы они сидели в сарае то они давным-давно бы уже занеслись вот те люди которые брали у меня первых мускусных утят эти утята у них давным-давно уже несутся у владимира канал семейная экоферма спасибо вам за то что вы подписываетесь за то что вы смотрите приятно когда заходишь смотреть его видео заходишь в комментарии и видишь своих зрителей которые смотрят и владимира то у него тоже есть белые мускусные уточки с нашего хозяйства его мускусные уточки тоже уже были занеслись но он их переселил для того чтобы предотвратить их яйцекладку или прекратить прервать потому что такую погоду конечно же это яйцо можно использовать только в пищу и еще знаю у одного человека который брал у меня мускусных уток утки сидят в более менее комфортных условиях то они тоже уже несутся три утки каждый день дают два три яйца у тети вали из тех утят которых я и давал красных которые вылуплялись у меня зимой под индюшкой практически на новый год позже нового года 19 декабря если я не ошибаюсь я их закладывал вот через 32-34 дня они вылупились в январе мускусная уточка начала нестись еще летом было три мускусных уточки и семь было селезней две уточки кто-то прикрыл у себя одна осталась и она начала нестись и несется она до сей поры красная мускусная утка так что мускусные утки могут быть также как и не сушки многие говорят что вкус яйца у них намного лучше чем у кур я в пищу потреблял эти яйца несколько раз очень хорошая получается выпечка на утиных яйцах она у меня есть еще здесь знакомая которая содержит обычных мускусных уток то она говорит что у них никто не ест куриные яйца когда есть утиные яйца с них очень вкусный получается омлет вкусная выпечка вкусные они и вареные и жареные в общем так что уток можно содержать тоже как кур уже один раз рассказывал о том что моя знакомая однажды оставила много мускусных уток получилось что выводки было много уточек кур у нее на тот момент не было и она говорит что утки всю зиму неслись как куры и говорит я даже заметила то что они намного меньше потребляют корма нежели куры так она зиму с мускусными утками пережила и яйца на рынке не покупала сегодня на 7 декабря зима потихонечка начинает показывать свои права конечно же было бы намного лучше если бы был снежок но к концу недели говорят будет уже потепление и даже показывает что будет идти дождь но немножечко приморозила приготовила нас к тому что все-таки зима не за горами ну а потом если все будет хорошо то будет оттепель также можете сюда к своим мускусным уткам вот такую сухую постилку бросать овощи они у меня кушают свеклу красную раньше я тер на терку обсыпал там отрубями зерносмесью но сейчас этого я не делаю я бросаю им просто свеклу разрезанную или разбитую на несколько частей они эту свеклу очень хорошо кушают клюют также они хорошо кушают капусту сейчас перед тем как буду идти на работу я им набросаю чтобы они имели чем целый день заниматься в общем вот такие у нас новости если есть вопросы пишите в комментариях постараюсь дать на них ответы может быть у кого-то есть вопросы для снятия новых тем новых видео в которых бы вы хотели получить свои ответы чтобы было интересно для вас и чтобы я знал что снимать вам было намного интереснее ну пока у нас все вот у нас голубец тихонович хочет со всеми поздороваться всем передать привет и пожелать хорошего дня но мы идем собираться на работу так что всем всего хорошего прекрасного дня хорошего настроения счастья радости любви крепкого здоровья вам вашим родным и близким пускай все у всех будет хорошо и еще лучше так мускусы там что-то у нас обсуждают девочки что-то у них пошло не так такие мальчики молодые начинают уже шипеть и тоже начинают что-то уже обсуждать там по старшинству свои правила качают и эти здесь что-то тоже обсуждают еще раз всем всего хорошего и всем пока пока